Время новостей на телеканале Север в студии Алина Ваучейская. Здравствуйте! И вот о чем расскажем сегодня. Готовимся к новому учебному году. В школах Ненецкого округа продолжаются ремонтные работы. На сегодняшний день план выполнен на 62%. Успеют ли к 1 сентября? Под парусом в Арктику. В Нарьинмар прибыли участники парусной экспедиции в память о победе. Экипаж следует на двух яхтах «Сибирь» и «Жемчужина» по сложному маршруту вдоль арктического побережья России. Хорошие новости с юга. Маленькие отпускники из Ненецкого округа продолжают оздоравливаться на Черноморском побережье. Какие условия созданы в летнем лагере и как проводят премия ребята, об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. В начале выпуска информация об эпидемиологической обстановке. На территории региона, по данным на утро текущего дня, ситуация с заболевшими новой коронавирусной инфекцией стабильна. Новых случаев заражения не выявлено. По данным окружного профильного департамента, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 289 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки выздоровел еще один человек. Общее количество за время пандемии – 241. В настоящее время на лечении находится 45 пациентов. 15 получают стационарное лечение. Еще 30 человек лечатся амбулаторно. Под наблюдением в Нарьинмаре поселке Искателей продолжает находиться 501 человек. Снято с контроля с начала пандемии 3698 человек, в том числе 61 за последние сутки. За пост главы Великовисочного сельсовета будут бороться трое кандидатов. По информации окружного избиркома, процедура регистрации кандидатов уже завершена. Из семи выдвинувшихся кандидатов зарегистрировали лишь троих. Двое из них представляют парламентские партии. Индивидуальный предприниматель Николай Бараков выдвинут региональным отделением партии «Единая Россия». Помощник депутата окружного собрания Людмила Тайбарей выдвинут региональным отделением ЛДПР. Еще один зарегистрированный кандидат – работник местного ДК Александр Панасенко – самовыдвиженец. Остальные кандидаты – самовыдвиженцы – не смогли пройти процедуру регистрации из-за ошибок, связанных со сбором подписей избирателей и оформлением подписных листов. Среди них и действующая глава сельсовета Татьяна Жданова. На следующей неделе муниципальный избирком приступит к изготовлению избирательной документации, печати информационных плакатов, бланков, бюллетеней и списков избирателей. Выборы нового главы муниципального образования Великовисочный сельсовет пройдут в единый день голосования 13 сентября этого года. Приближается новый учебный год. В образовательных учреждениях региона готовятся к встрече с учащимися после долгих каникул. На сегодняшний день сезонные ремонтные работы выполнены на 62%. О ходе подготовки к 1 сентября расскажет Екатерина Дементьева. В Ненинском округе 55 образовательных учреждений, 33 из которых уже готовы к новому учебному году. В остальных завершить текущие ремонты должны до 20 августа. У нас продолжается капитальный ремонт в Харуте, в ОМИ, в детском саду, приемка работы, проверка исполнительной документации. И параллельно идут ремонты с Каши и СГК Порядка. С Каши уже практически закончен ремонт. И в принципе в СГК Порядка тоже там пока вопросов у нас никаких нет. В среднюю школу имени Антона Пырерки дети из сел прибудут согласно графику, начиная с 28 августа и до 9 сентября. А вот куда пойдут 1 сентября дети из поселка Амдерма, сказать сложно. Здание школы признано аварийным, проведение в нем капитального ремонта нецелесообразно. На сегодняшний момент помещений, пригодных для переезда школы, для размещения в Амдерме нет. В среду мы проводим селектор с Амдерма, с директором, с главой и как раз проговорим вопросы. На сегодняшний момент было предложено переехать в здание детского сада. Обследование с ССЗ проводили не так давно. Износ здания составляет порядка 24%. За полярной столицей основное внимание обращено на завершение строительства нового здания школы номер 3. С проверкой там побывало руководство региона. Проинспектировали общеобразовательные учреждения и родители учеников. Но если до этого мы ходили, как правило, с чиновниками, подрядчиком, заказчиком, то сегодня мы пригласили родителей, кто поведет своих детей 1 сентября в эту школу. Во-первых, мы все делаем для того, чтобы в 1 сентября ее сдать. И дети радостно пришли 1 сентября на школу. А родителей мы пригласили для того, чтобы они своими глазами увидели, что есть новая школа, посмотрели, оценили. И, может быть, высказали какие-то предложения. Особенно остров стал вопрос со сроками сдачи школы номер 1. Согласно контракту, срок завершения ремонта – 14 сентября. До этого времени должны быть выполнены такие виды работ, как ремонт системы отопления, гардероба, подвала, окон на первом этаже, а также зоны точки роста. Мы ведем переговоры с подрядчиком для того, чтобы завершить все работы 1 сентября. Делаем все, что возможно. В случае, конечно, более сложных, если вдруг подрядчик не успеет все это к этому моменту завершить, есть несколько вариантов по тому, как будет продолжаться учеба до сдачи контракта. В этом случае учебный процесс для 2-11 классов будет организован с применением дистанционных технологий, а первоклассники временно разместятся в стенах школы номер 4. В Нарьинмар прибыла парусная экспедиция, посвященная 75-летию Победы. Экипаж следует на двух яхтах – «Сибирь» и «Жемчужина» по сложному маршруту вдоль арктического побережья Архангельской области, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов. В гостях у яхтсменов побывала наша съемочная группа. Слово Любови Пермяковой. Считанные часы остаются до отправления парусной экспедиции. Яхты «Жемчужину» и «Сибирь» приводят к полной боевой готовности. Столица Ненецкого округа провожает яхтсменов сильным дождем и шквалистым ветром. Но для тех, кто не раз переживал шторм в открытом море, это не проблема, говорит капитан «Сибири» Сергей Щербаков. В многочисленных экспедициях экипаж не раз догоняли волны величиной больше, чем трехэтажный дом. Вот волны нас догоняли, потом уходили. И вот так одна волна, когда нас ударила, как сказать, волна убийцы, это девятый волн, они же все тоже не одинаковые, некоторые больше, некоторые меньше. Вот. И мы, эта волна нас перевернула через нос. Один человек, вот я говорю, он стоял на руле, но на страховке, вот, лямки страховочные, полтора метра. Вот когда лодка вращалась, он вращался вокруг нее под водой, вот, ну, задержал до коня немножко, вынырнул. Мы его оттуда вытащили. Для капитана «Сибири» Сергея Щербакова это уже 57-й выход под парусом. В экспедиции он следует в тандеме с яхтой «Жемчужина», капитан которой Владимир Вакарин. Штормовые условия были у нас до 30 метров в секунду на острове Толгоев. Мы уже выжидали погоду. «Жемчужине» сколько лет уже? Семь лет. Яхта была построена в 2013 году, была спущена на воду, ну, и уже участвуют в ней в первом походе по северному морскому пути. Третий раз проходит его. У моряков сложный маршрут, часть которого уже пройден. Белое море, пролив Югорский шар, Харасавей, остров Белый, Сабета, Ямбург, Салихарт, Ханты-Мансийск, Тобольск, Тара и Омск. По словам руководителя парусной экспедиции Глеба Плетнева, любимым местом стоянки для экипажа останется Наринмар. После красноречивого и гостеприимного Ненецкого автономного округа мы чувствуем себя великолепно. Мы здесь отмылись, очистились наши души на севере, прополоскались предварительно на острове Колгуев. Поэтому мы бодры, заряженные северной энергией, в направлении Мала, надеюсь, дойдем без происшествий. У нас флаг Победы, флаг Ненецкого округа, флаг Архангельской области. И по ходу нашего яхтенного перехода в каждом регионе мы вешаем флаг территории, по которой идем. У экспедиции несколько важных целей. В год 75-летия Великой Победы участники возложат венки к местам гибели кораблей в Белом, Баренцевом, Печорском и Карском морях. А также экипаж оценит возможности плавания на парусных яхтах по северным маршрутам. Архангельская область и Малненецкий и Ненецкий автономные округа сообщаются между собой реками и морями. Эти маршруты вдоль Арктического побережья участники экспедиции планируют описать для подготовки планов создания необходимой инфраструктуры для яхтсменов и просто туристов, яхтклубов, туристических комплексов. За всеми передвижениями экспедиции можно наблюдать онлайн. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, телеканал «Север». И теперь новости из Ненецкого заповедника. Территорию вольера с любимцем нарьинмарцев бурым медведем обустроят ротуарной плиткой. Спонсорскую помощь оказали два индивидуальных предпринимателя. Подробнее расскажет Александр Литкова. Пока сонный обитатель вольера пытается понять, что за шум происходит снаружи, рабочие разгружают материал для благоустройства территории. Помочь заповеднику Ненецке с благоустройством территории вызвались две частные компании. Наша молодая компания, несмотря на сложный год, решила взять на себя общественную нагрузку и построить тротуарную площадку возле вольера Медведя. Заручившись поддержкой друзей из компании «Стройдом», которые будут устанавливать эту тротуарную плитку, мы хотели бы сделать наш город чуть-чуть лучше. В свою очередь специалисты выражают огромную благодарность спонсорам. 100-метровый вольер для косолапого питомца был построен несколько лет назад. А до этого несчастному животному приходилось ютиться в маленькой клетке на городской свалке. Теперь у Миши не только благоустроенный дом с бассейном, но и территория снаружи тоже облагорожена. Нам позвонили молодые люди, предложили помощь наши благотворители. Часто бывает здесь, приезжают к нам, отдыхают здесь с детьми. Ну и в качестве такой спонсорской помощи решили обустроить небольшой участочек, сделать дорожку из брусчатки вокруг вольерного комплекса. Такое самое популярное место, когда посетители наши приходят, ну чтобы не было вытаптывания и более эстетично смотрелось, вот решили таким образом немножко облагородить наш участок. Любимец жителей Наринмара чувствует себя хорошо, несмотря на уже солидный возраст. В этом году ему исполнилось 27 лет. Завершить работы по благоустройству его жилища планируют до конца недели. В микрорайоне Захребетный в этом году открылась спортивная площадка. Новый общественный объект появился благодаря его активным жителям, которые в 2017 году создали ТОС. Всего за 4 года территория микрорайона заметно преобразилась. Там установили игровую площадку, высадили деревья и очистили от мусора пруд. С подробностями Любовь Пермякова. Вышли на идею китенка. И вот китенок, то же самое наши ребята сделали, каркас наши обтянули все это. Председатель ТОСа Захребетный Алексей Асташов с гордостью показывает нам фонтан китенок, который стал украшением микрорайона. 120-килограммовый кит с этого года начал плавать. На его основании установили специальное устройство. Еще три года назад на месте пруда была большая свалка. Ее убрали, высадили на берегу деревья. Пруд стал местом притяжения не только мальчишек и девчонок, но и животных. Сейчас на водоем прилетают утки. У нас еще в проекте есть, тут мосточки сделать, чтобы можно было подойти. Уже не тут, а почти у самой воды. Но это нужно будет на стилы делать, мосточки. Идей много? Идей много. Все не воплатишь в один день. Так что у нас перспектива большая. Буквально на днях микрорайон Захребетный пополнился еще одним благоустроенным объектом. Между улицами Мурманская и Юбилейная появилась спортивная площадка. Мы выиграли грант окружной. Нам выделили миллион рублей. И мы решили поставить спортивную площадку. Не детскую, а спортивную. Она для всех. И для взрослых, и для детей. Вот сейчас такого вот не много тут, время-то еще ранее. А вечером здесь 10-15 человек бывает встречаются. Ребята все так, смотришь вроде бы, не хулиганин, хорошо вот следят. Среди первых посетителей спортивной площадки 11-летняя Ольга Рогозина. С утра было очень скучно, потому что я не знала, где покататься. Сейчас я прохожу, и здесь очень много тренажеров. И везде можно позаниматься там. Вообще активисты ТОСа Захребетный занимаются не только благоустройством, но и культурной жизнью микрорайона. Среди них Валентина Тартина. Первое, что мы делаем, мы в Новый год, мы делаем снежную горку. Для детей это у нас было первое. Мы делали снежную горку. Мы устанавливали елку. Проводили вокруг елки в Новый год встречу. Есть еще совместно клуб юбилейный. Клуб общения юбилейный. Мы работаем вместе. И вот мы проводим День здоровья. Где-то проводили в октябре, где-то в сентябре, где-то в августе. Собираем чаепитие. День соседа. Мы устраивали в мае, когда у нас был субботник, мы заодно устроили День соседа. И так вот проводим в свое время. Лучше же стало? Конечно, конечно. Женщина успевает не только заниматься общественной деятельностью, но и садоводством. На ее приусадебном участке растет клубника, картофель, морковь, горох, кабачки и много цветов. В этом году хозяйку порадовал дельфиниум. Он, наверное, достиг своей вот этой зрелости. Боже, который должен быть. И вот цветет. Вот еще мне бы хотелось, конечно, быть розовый. Еще один активист и житель микрорайона Захребетный – Николай Чикин. Его мы застали завязанием ванных веников. Сейчас вот веники вижу. Много завязали уже? Получается 52. Идей-то много. То забор, то дом. То баню подремонтировать надо. Забот в своем доме хватает. Приусадебный участок Николай Чикин больше похож на сказочный дворик. Здесь все создано своими руками. Искусственный колодец, цветочные клумбы, разнообразные композиции. Николай Михайлович стал одним из дизайнеров фонтана «Китенок». Несмотря на большую загруженность, общественной жизнью и домашними делами, на вопрос о том, хочет ли мужчина жить в благоустроенной квартире, говорит категорично нет. Тишина, вот эта природа, что-то такое. У меня гены идут в смезении каменской деревни, может быть, это что-то передалось от бабушки, дедушки. Свой дом захотели – поставили. Захотели – посадили. Сейчас вот наслажали. Вот цветет что-то. Когда что-то делаешь, да еще и это выходит, так и удивляешься. А все просто нужно чаще наклоняться, да и шевелиться, шевелиться. Вот результаты – это приятно. То клубничка там, он красненький – тоже приятно. В общем, живет микрорайон Захребетный своей спокойной и интересной жизнью. В планах у них обзавестись собственным помещением, где все неравнодушные к своей малой земле жители микрорайона смогут сесть за общим столом. Любовь Пермякова, Вадим Носкин, телеканал «Север». И в завершении выпуска хорошие новости с юга России. Маленькие жители Заполярья продолжают отдыхать в Краснодарском крае в лагере «Лазурный берег». Всего в Геленджик отправились 108 детей из Ненецкого округа. Одна из сопровождающих, Лилиана Уткина, записала видеоролик о том, какие созданы условия и как ребята проводят время. Давайте посмотрим. Друзья, всем привет! Меня зовут Лилиана Уткина, на связи молодежная редакция Ненецкого округа «Антифриз». И сегодня я обещаю вам из необычного места. Мы находимся в Краснодарском крае, в городе-куроте Геленджик. И, наверное, вам всем интересно вообще, почему сегодня включение именно отсюда. Дело в том, что мы привезли сюда из округа делегацию 108 детей отдыхать, оздоравливаться и набираться сил перед началом нового учебного года. И сегодня в этом небольшом видео я покажу вам, как протекает наш отдых, потому что прошла уже ровно половина. Так что, если вам интересно, то оставайтесь здесь и продолжайте смотреть это видео. После долгих сборов документов, сдачи анализов, прохождения медосмотров, мы наконец-то отправились в Геленджик с Наринмара 1 августа прямым чартерным рейсом. И стоит отметить, что в нынешних условиях все меры безопасности и на борту самолета, и в аэропорту были соблюдены на 100%. Дети и взрослые были в защитных масках и перчатках, несмотря на все сложности, полет прошел просто отлично. Мы приземлились спустя 4 часа в Геленджике, и вам, наверное, стоит самим услышать эмоции детей, которые с севера приехали на море отдыхать. Первым делом по прибытии на территорию лагеря врачи удостоверились в том, что все долетели живыми и здоровыми, а дальше после вкусного обеда вожатые расселяли детей по отрядам и комнатам. Условия проживания достаточно комфортные, дети живут по 2-3 человека, в каждой комнате свой санузел и балкон. Вожатые сопровождающие также живут с ребятами в одном корпусе, что позволяет всегда быть рядом и помогать маленьким человечкам, когда это необходимо. Сейчас, пока дети отправились на море и в лагере более-менее тихо, я предлагаю вам совершить небольшую обзорную экскурсию по территории. Наш лагерь находится на первой береговой линии, что позволяет безопасно водить детей на море, ведь северным деткам очень необходимо солнце и морской воздух. Мимо обязательных объектов инфраструктуры, таких как медпункт, столовая, посты охраны и прочее, на небольшой территории лагеря уместилось все необходимое для здорового отдыха. Это беседки, спортивные площадки, бассейн, игровая зона и место, которое является центром притяжения по вечерам, эстрада. Вожатые с детьми готовят замечательные концерты и каждый вечер радуют друг друга выступлениями. Кстати, о вожатых мы расскажем вам чуть подробнее в следующем видео, ведь это именно те люди, которые создают атмосферу лагеря и делают ее по-настоящему незабываемой. В заключении хотелось бы сказать о том, что летняя оздоровительная кампания для детей из семей в сложной жизненной ситуации проходит в Ленинском округе ежегодно, но в этом году из-за пандемии коронавируса она была под угрозой срыва. И, к счастью, все-таки отделение социальной защиты населения Ленинского округа сделало все возможное для того, чтобы дети все-таки смогли поехать на море. И сейчас, находясь с ними рядом эти 10 дней, мы понимаем, насколько для них это важно. Будем держать вас в курсе того, что у нас происходит. Следующее включение будет совсем скоро, и мы познакомим вас с тем педагогическим отрядом, который работает здесь с нашими ребятами. Это замечательные люди, я надеюсь, что вы в этом тоже убедитесь. Поэтому следите за обновлениями. Спасибо за внимание и до скорых встреч. Пока-пока. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Берегите себя и своих близких. И будьте здоровы.